вот наш чемпион абсолютный чемпион питера и россии был бы наверное мере о мира точно сто процентов я очень ждал твои формы пиковой я понимаю что и там и там далеко был не пик расскажи какие у тебя планы ближайшее время осень весна 2021 мы пока что думаем но скорее всего это будет получение про карты в следующем году получение про карты это будет про элит это будет не нпс мы все еще думаем с тренером нет однозначного решения буквально я будет разговаривать поэтому про турнир не скажу но про карты скорее всего брать следующем году какие ощущения у тебя были когда ты взял россию и питер я знаю что ты как бы но принципиально хотел взять именно эти турниры 2 именно абсолютно да да за два года за этим бодибилдингом я взял абсолютно россии для меня это что-то я возможно до сих пор еще не ощущаю себя абсолютно чемпионом то бишь ну как бы я знаю что я взял но что такое для меня это невероятно на самом деле круто спасибо ну и такой вопрос который наверное всем будет интересен топ-3 на олимпии по твоему мнению по предпочтениям твоим не то чтобы там естественно фил хит а вот кто тебе нравится имя я не слежу за олимпии вообще кто мне нравится наверное фил хит нравится все якобы не могу выделить потому что просто не слежу как тебе бекрами бекрами большой мощный но нет глубины нет жесткости и много мяса многие меня сравнивают с ним но вы сами видите я маленький нет живую ты кстати смотришься очень я первый раз тебя вижу никогда как наоборот типа ты меньше в живую ты меньше живую и по объему по объему поэтому тому как понял чуть сегодня качаем немного спину сделаем руки сделаешь голень все мышцы уже болят но контент уже делать для подписчиков поэтому стараемся их можно больше записывать спасибо тебе большое значит будем качать спину да да сделаем двойной спереди отлично еще у нас жесткое мясо спорт лайфе представьте пожалуйста кто тебя не знает может быть меня зовут максим улань я выступаю за спортлайф последний раз выступал полтора два года назад ушел в набор занимаюсь вот вместе с виталием угольниковым и командой спортлайф когда планируешь вернуться на сцену и каким ты стал на последних соревнованиях я готовился к соревнованиям до введения ограничительных мер и за две недели до соревнований моя подготовка накрылась как как у многих да у меня уже была форма я был 116 килограмм оставалось только слить воду но за две недели ну все прекратил ушел в отдых сейчас в режиме набора веса если все будет хорошо то на весну 2021 на крайнем старте ты на каких соревнованиях участвовал и какое место занял у меня три вторых места чемпионат питера чемпионат москвы и чемпионат россии везде разница в один два балла с первым местом а кто был первый на россии был парень из волокна и что на питере на питере вечерский был и на москве с белоруссии на москве сам виноват и перегрузился по секретной схеме решил загрузиться пиццами и ну в общем мог выиграть пролетел а везде сам виноват в принципе да ну как в основном бывает у всех спортсменов и такой простой вопрос банальный которую я задаю всем сейчас скоро будет олимпия в декабре дай бог чтобы она была твой вариант топ-3 сил хит гонок а я не помню участников третье место брендан керри либо 2 либо 3 звоноком уделить 2 3 место то есть раме ты тоже не ставишь топ-3 не естественно парами 4 5 место понял что сегодня качаешь спину денисом бажановым и со мной и 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 Смотрите, кто у нас тут. Что-то хотели, да? Да, молодой человек. Есть 20 рублей у нас? Вчера еще не было. Нет, вчера заработанный. Это Денис Бажанов. Все, наверное, знают. Денис, привет, во-первых. Да-да-да, всем привет. Как у тебя дела? Дела нормально. Вот сегодня увидел монстров. Я думал, я один, а то, оказывается, их много. Да, вот пьет один из них. Буль-буль-буль-буль. Второугольников. Да, хороший парень. Фрик. С остающими икрами. Да, подкачаю, не переживайте. У меня всего 54 сантиметра. Денис, как бы, раскрой секрет. Задний даль? Весны 2021 года. Макс знает секрет. Макс докопался, блядь. Раскрой секрет. Вот так вот, да? Секрет какой? Да. Какой, я забыл уже. Какой-нибудь секрет. Раскрой. А, да. Где ты выходишь? Весна-осень, как бы, в двух словах. Осень, это осень. Весной. На Оксане Гришиной, получается, NPC-турнир. Осень, это дай 10 лет. Возможно, в апреле. Возможно, будет проходить в моем родном городе Оренбург. Поэтому я рассчитываю поехать туда. И остаться. Переедешь с Питера в Оренбург, это будет единственный случай, мне кажется, за всю историю Оренбурга. Если у нас получится... Если у нас получится перехать в Оренбург. Добавим серьезности в ухер. Ребята, если получится у нас с первого старта получить эту карту, то весенний сезон будет закончен. Короче, три года не было. Поехал, говорю, забрал брукарту. Все, конец. А если не получится, то мы поедем в Москву. И там три старта будет, Оксана Гришиной, весной. И будем пытаться получить брукарту. За всех сил пытаться. Следите за нами, мы возвращаемся. Реальная угроза? Реальная. А в какую камеру смотреть? Там в четыре. Нижняя. Можно? Это вспышка. Ребята, приветствуйте. Алексей Веселов. Журнал «Геркулес». Привет, Алексей. Как у тебя дела? Да все отлично. Вот зашел заниматься. Очень рад видеть тебя лично. Да, взаимно. Спасибо тебе большое за книгу. Я обязательно выложу пост. Какие у тебя намечаются в ближайшее время эфиры? Ну, у меня намечается эфир с Виктором Шамином, президентом МБС. Как бы хочу поддержать его федерацию, потому что некоторые засомневались, что в таких тяжелых условиях коронавирусных турнир состоится. А он состоится 100%. Будет он, скорее всего, в среду. Потом, через несколько дней, после этого с Николаем Мясиновским будет эфир. Потому что там аж три темы для обсуждения. Это отмена турнира NPC. 12 декабря. Да, 12 декабря. Потом, значит, то, что Игорь Гостюнин пытается вытащить Николая на сцену. Да. И третье, то, что Николай, в общем, один из героев этой книги, которая сейчас вышла. Поэтому, да, об этом тоже хотелось бы поговорить. Круто. Ты тренируешься в этом зале, да? Да, да. Очень крутой зал. Здесь не первый раз, а второй. Очень нравится. А тут, расскажи, у них сеть спортлайф, это несколько залов, да, по всему Питеру? Ну, не несколько, а десятка-полтора. Десятка-полтора. А какой самый большой, масштабный такой? Вот этот. Здесь 12 тысяч квадратных метров общая площадь. Как бы отдельное здание. С ни одного зала, насколько я знаю, нет отдельных зданий. Тем более, там такой, такой, такой большой. Уровень хороший. И спортсменов тоже. Да, ну, столько мяса я вообще никогда не видел. Вот. Под одной крышей. Тем более, тем более, и здесь, да. Тем более, у нас и свои, как бы. То есть, и вниз, конечно, шикарный, огромный. Да, кстати, ты его давно вживую видел, да, последний раз? Я видел последний раз на соревнованиях в Питере, когда он выиграл. Абсолютно. С тех пор, да. Ну, и как первое впечатление? Добавил? Да, мне просто, как бы, глаза стали разъезжаться в стороны, потому что я, как бы, не привык видеть таких монстров вблизи. Спасибо. Виталий Кугольников, конечно, тоже огромный. Но вверху, в плечевом поясе, у Дениса есть мощнее. Вот. У Виталийка, как бы, вся сила вне. Спасибо большое. Приятно слышать. Да, русский тон плац. Вот так, однозначно, да. Там два сильнейших российских атлета на сегодняшний день. Было бы интересно, как бы, увидеть, как-то там какую-то такую зарубу на одной сцене. Но, возможно, до этого тоже когда-нибудь дойдет, на самом деле. Вот. Вот книга вышла, да, 13 ноября. Да, поздравляю тебя. Да, 13, да, первый, первый тон. Вот. В целом, все получилось так, как, в общем-то, я и хотел. По качеству, так, у особых американей нет. Да, я посмотрел очень круто. Будем делать второй. Но я просто считаю, что книга, некоторые относятся к этому, что он просто источник информации там взял, прочитал и выкинул, пошел дальше. Вот. А я все-таки к этому отношусь немножко по-другому. Я считаю, что такие книги, они выходят редко, делает их мало кто. В общем-то, по-моему, мне кажется, никто не делает. Это просто должна быть красивая вещь, которую приятно взять в руки, там, полистать, там, на горшке с ней посидеть, погладить. Она даже такая научная. Да, приятно. Вот. Ну, чтобы это на... Потому что книги, они на всю жизнь. Это даже не журнал. Ну, такая, как бы, да, новая тема. Супер. И вопрос, который очень часто сейчас задают, когда у нас с тобой будет следующий эфир? Слушай, ну, вот, либо, как бы... До Нового Года сделаем? Да, я думаю, ну, через неделю сделаем. Я за. А может быть даже раньше, ну, как бы по горячим следам. Потому что сейчас как раз много соревнований, много событий, да. Есть что обсудить. И я по своим пабликам даже вижу, потому что у меня еще в Фейсбуке, в ВКонтакте группа, что там посещаемость просто в разы увеличилась. Всех интересует именно последние новости. Отлично, я за, как ты только скажешь, мы сразу бомбанем еще раз. Да, тем более, что ты, как бы, классный собеседник, независимый. Сейчас не так просто найти людей, которые могли бы, ну, независимо, да, говорить о ком-то или о чем-то, не боясь там навлечь на себя какие-то... Спасибо огромное, приятно. Да, какие-то санкции, вот, это дорогого стоит. Поэтому будем очень рады, и самому очень интересно, чтобы общаться и в эфире, и сейчас вживую. Взаимно. Не знаю, на диете мы сейчас как-то... Взаимно, спасибо тебе большое. Спасибо.